В данный момент на канале проходит новогодний розыгрыш, ссылка на который находится в описании под видео. Пора пошла от ребят, на 16 этап Формулы 1 на Грампри России. Ну что же, конец сезона все ближе и ближе, остается у нас 5 этапов, включая Россию, и потихоньку мы заканчиваем этот сезон. Ну точнее он уже наполовину окончен, поскольку чемпионом я уже успел стать. Остался лишь кубок конструкторов, и тот уже по сути будет решен достаточно скоро, поскольку у нас отрыв идет в 100 очков до Торроса. И скорее всего Торроса не сможет нас догнать по очкам, и поэтому я думаю кубок конструкторов нам также отпадет. Поэтому стоит вопрос о том, что лучше ли мне сделать какое-то одно видео про последний раз 5 этапов, как они прошли, либо же все-таки про каждое отдельно делать, потому что вот в той же России вы видели результаты квалификации, но сразу скажу то, что я буду стартовать с последнего места, поскольку я взял новые элементы. И казалось бы, я их брал в Сингапуре, зачем мне брать снова, но я это сделал потому что иначе я просто ничего не смогу от своего лица показать. Потому что я буду просто ехать первым, и окей, может быть с Гасли я немного поборюсь на первых кругах, но потом я от него просто оторвусь и буду ехать все 27 кругов в городе одиночестве, что как бы ну не есть хорошо, и тогда о этапе нечего будет сказать. Есть предположение, что такая ситуация будет и на следующих этапах. Может быть в Японии что-то будет по-другому, и придется опять же, там все-таки придется нам бороться с Торроса, поскольку в прошлом году мне не удалось никак побороться. Ну и да, в прошлом году как-то вообще плохо проехал Японию в принципе. Ну ладно, посмотрим как оно будет, но по крайней мере я думаю в Америке, именно в США, может быть в Бразилии, гонки будут ну достаточно скучными. Ладно, стартовая решетка перед нами в данный момент прилетает, и Гасли он кстати тоже взял штрафы в виде 10 позиций, что очень плохо, потому что думал, что хотя бы он будет стартовать с первого места вместо меня. Но по итогу у нас там даже в первой десятке немало человек взяло эти самые штрафы, и по итогу там половина первой десятки стартует даже во второй по итогу десятки. Эклер только вот в шестом стартует. Ладно, переходим к старту. И Гасли, как раз на ней я срываюсь с места, тут же пытаюсь атаковать Строла, но на старте немного проигрываю, но потихоньку начинаю отыгрываться. В первом повороте я уже приблизился к Стролу, и после первого поворота начинаю тут же обгонять Строла, два Вильямса, и также догоняю два Хаса, тоже их опережаю, опережаю также еще и Норриса, точнее Сайенса. Но по итогу у меня происходит небольшая кредития с Хюлькенбергом, и я немного повредил себе переднее антикрыло. Скажу сразу, это не сильно повлияет на мою скорость, и поэтому мы продолжаем ехать дальше. Сайенс пытался сопротивляться, но по итогу все-таки 14 место отошло мне. После этого впереди меня ехали уже Рено, две которых надо было также где-то опережать. С Хюлькенбергом я решаю разобраться еще до обратной прямой, в достаточно узких поворотах, но перед выходом на вторую прямую, в двойном левом повороте, я его все-таки обхожу, и теперь передо мной уже едет Дэн Риккердо, и уже перед ним также Дживенация, и также уже Гасли недалеко. Гасли не смог прорваться очень хорошо со старта, как он стартовал в десятом, так он и едет, и поэтому, ну, будем пытаться вместе с ним прорываться. Риккердо решил атаковать на торможении перед тринадцатым поворотом, но по итогу смог только поравняться с ним, бок о бок мы начинаем проходить повороты, и уже на выходе из четырнадцатого поворота я выхожу на двенадцатую позицию. Впереди меня Дживенация осталась, с которым я также без проблем смогу разобраться уже на старт-финишной прямой, ну и даже уже поначалу Дживенация начинает потихоньку отставать. Стоит еще отметить такой факт, что у меня резина стоит с квалификацией, а не свежая, так что, по сути, у моих оппонентов было небольшое преимущество по резине, те, кто именно стартовал во второй десятке и не прошли в третий сегмент. А такой именно, кстати, был Себастьян Феттли, который почему-то умудрился в очередной раз не пройти в третий сегмент на Рэдбуле. Как-то даже странно, причем Дживенация тот же смог вроде бы на Альфа-РМСу и пройти в третий сегмент. А вот Феттли почему-то на Рэдбуле не смог. Ну ладно, вернемся к прорыву, прошли мы с Гасли Переса, и на третьем кругу на обратной прямой уже прохожу из самого Гасли, и уже потихоньку начинаю подъезжать к группе лидеров, который, кстати, был Кимми, который неплохо так прорвался на стартовой решетке. Феттли пытался атаковать Кимми, но по итогу я смог атаковать Феттли. Бок о бок мы начинаем ехать. Бок о бок до 11-го поворота, Феттли выходит все-таки вперед, и теперь обратная прямая, где у него тоже будет ДРС и слепстрим от Райкнина. Позади меня Гасли также пытался меня контратаковать, но у него ничего не выходило, выходя из моего слепстрима, он сразу же отвалился чуть назад. 13-й поворот, торможение, я пытаюсь обойти Феттли, но, к сожалению, не получается. Пытаюсь прекратить траекторию в 14-м повороте, более-менее это получается, я смог с ним поравняться, и уже в 15-м повороте мы начинаем ехать бок о бок. На выходе из 16-го я выхожу чуть вперед, и думаю, все, наконец-то я пошел в Феттли, но не то было на торможении, в 18-м повороте Феттли все-таки меня контратакуют, и в 18-м также мы начинаем ехать бок о бок, но на выходе на старт-финишную прямую я все-таки выхожу вперед, и теперь начинаю погоню за Кими Райками, с которым я смог разобраться кругом позже, без каких-либо проблем, догнал, обогнал и поехал дальше. Гасли также смог обойти без проблем Феттли. Феттли как-то вот конец сезона вообще не клеится, как-то он плохо начинает ехать очень сильно, ну и видно это причем по квалификациям, ну и в гонке он также начинает отставать потихоньку. Ладно, Боттеса на том же шестом кругу, на обратной прямой я начинаю проходить, на 13-м против бок о бок мы начинаем ехать, в 14-м я начинаю заужать траекторию, потому что подумал то, что я прошел Боттеса, но как оказалось нет, между нами произошел контакт, но благо я ему ничего не сломал, он мне тоже ничего не сломал, и мы продолжаем борьбу, и продолжаем уже ехать за Ладо Норрисом, которого догнал я только к 7-му кругу, как обычно, на обратной прямой, Слипстрим, ДРС и поехали. Опережая его, тут же я думал, Хэмилтона смогу отпередить, но, к сожалению, нет. Не успел, ладно, прокатимся немного за ним, и уже на старт финишной прямой постараемся его атаковать. Также уже виден Леклер недалеко, также Ферстаппин недалеко, ну и Албом тоже недалеко. И также недалеко у нас пидстопы. Соответственно, я думал, когда мне делать свой пидстоп, изначально я рассчитывал на 12-й круг, но потом потихоньку начал думать, то, что нужно будет делать раньше, поскольку резина начала сдавать, почему неплохо так сдавать. Хотя, если говорить про износ резины, Мидиум здесь очень стойко себя держит, за круг тратится всего лишь 2% резины, что стало для меня шоком, и как бы если стартовать здесь на Мидиуме, можно весь круг спокойно на этом Мидиуме и проехать. Хэммитона я атакую во втором повороте, поздним торможением влетаю в поворот, он отруливает даже, чтобы не врезаться в меня, и по итогу я выхожу уже на 4-е место, и впереди меня остается лишь 3 болида, один из которых я без проблем прохожу на обратный прямой, а с двумя другими я решаю заброс уже после своего пидстопа, поскольку к концу 10-го круга я понимаю, что лучше заехать на пидстоп сейчас, чем потом терять время на этом уже убитом софте. Что я в принципе делаю, но выйду я из пидстопа, к сожалению, только в конце пилотона, поскольку у нас ограничивает скорость 10-60 км в час, и по сути пидстоп здесь, как в Великобритании, занимает очень много времени. Но, окей, сделали один раз и забыли про него. В конце 11-го круга, в начале 12-го, все также заезжают на пидстоп, я потихоньку прохожу тех, кто еще не заехал на пидстоп, ну и также в этот момент Леклер заезжал на пидстоп и выезжал, и при этом я смог за счет андерката сделать неплохой разрыв между нами, и за счет этого было у меня преимущество над ним. Также потом и Ферстаппин выезжает прямо передо мной, и, соответственно, я тут же стараюсь его пройти, потому что не хотелось задерживаться позади него, поскольку он все-таки в темпе мне проигрывал. В четвертом, самом затяжном повороте сезона, я пытаюсь обойти Ферстаппина, я сместился специально на внутреннюю траекторию, но потом Ферстаппин также начинает на нее почему-то смещаться, хотя я там нахожусь, и меня немножко выталкивает с трассы. Ну окей, оставил я эту позицию ему до обратной прямой, на которой без проблем за счет Слипстрима и ДРС его обошел. И впереди меня остается только Албан, ну и кто-то из Альфа-Ромео, кто не заехал на свой пидстоп. К середине 17-го круга я все-таки смог догнать Албана, и на той же нашей любимой обратной прямой Слипстрим ДРС, и вот она, первая позиция, и как в Сингапуре с 20-го места на первое. Но если в Сингапуре это было сделано за счет тактики, здесь это было все-таки за счет нашего темпа. Гасли смог пройти только на четвертую позицию, две Торороса смогли финишить на второй и третьей позиции, ну и в принципе для нас неплохо, мы зарабатываем очки в кубок конструкторов, и зарабатываем мы больше, чем Торорос, и соответственно увеличиваем свой разрыв. И разрыв уже составляет 111 очков, если я правильно помню. Что означает, что в Мексике уже можно будет получить кубок конструкторов гарантированно, но можно уже в США попытаться его получить, если там пару раз, в Торороса сойдет неожиданно. Ну для Торороса в принципе ничего нового, если не сойдут. Хотя стоит отметить, что ту же Россию сейчас они проехали без каких-либо проблем. Обычно у них на каком-то этапе все время у кого-то происходят какие-то проблемы, и кто-то у них не едет, либо сразу сходит, либо еще что-то. Ну в этот раз Торороса самое главное, доехали два болида до финиша еще и на подиуме. Конечно хотелось видеть Гасли вместе с собой на втором месте, но из-за штрафов его стартовая позиция была не очень хорошей, ну и по началу гонки он не смог очень хорошо прорываться. На том же десятом месте он просидел три круга до того момента, пока я его не догнал и не обогнал. После этого он начал уже активно прорываться дальше. Ну может быть Перес очень и очень хорошо защищал свою позицию и не хотел ее отдавать Гасли. Но по итогу да, все-таки отдал, правда с большим боем. Ну что же, результаты у нас. Гасли мы в принципе неплохо прорвались, я с двадцатого, с десятого. Если я правильно помню, то это первая гонка, когда Торороса вдвоем приезжают на подиум. Хотя может быть где-то в начале сезона тоже были такие гонки. Ну, опять же на моей памяти это вроде первая гонка. Рэдбуллы не очень хорошо выступили, Макс смог финишировать только пятым, а Феттель вообще сошел. Ну, возможно проблемы с ДВС, как раз и стали той причиной, почему он не смог выйти в третий сегмент. После соперничества я выигрываю у Гасли, зарабатываем лишние себе очки и также новый контракт. Если вспоминать первый сезон, то может быть опять у меня будет новый напарник. Но надеюсь такого не будет. Может быть в других командах пройдут перестановки какие-либо. Может быть к 5 мы все-таки увидим возвращение его под конец сезона. Ну, либо мы увидим его только в начале третьего сезона. Ну, тут посмотрим, как у нас пойдет все, также за кого мы будем выступать в третьем сезоне. Потому что я думаю, за Феррари мы больше не будем выступать. Посмотрим, за какую команду мы продолжим свое выступление. Так, продолжаем улучшать свой ДВС, берем две модификации на мощность мелких. И также продолжаем совершенствовать шасси, берем модификацию среднюю на распределение веса. На этом все, ребят. С вами был Вархаммер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте про новогодний розыгрыш ФК, ссылка на который находится в описании. Пока-пока и удачи вам!